Подзаголовок. Назим Агалларович Альвер Дебеков. В те времена в вузах существовала абсурдная формальность. Каждый год или два преподавательский состав должен был проходить квалификационную комиссию на подтверждение должности. Эти комиссии бывали во времена летних каникул и обычно сводились к чисто формальной процедуре. Лазя был одним из лучших педагогов в Петрозаводской консерватории и его убедили, что личное присутствие необязательно. Он может на каникулы спокойно уехать. Но на этот раз случилось непредвиденное. В состав комиссии, приехавшей из Ленинграда, включили какую-то партийную даму, которая запомнила Лазю со времен его аспирантуры. Едва услышав Лазину фамилию, она вскричала «Что? Александровский? Через мой труп!» Оказывается, Лазя успел в Ленинграде наговорить столько крамолы, что оказался в черном партийном списке. Спорить с ней никто не решился. Это было и бесполезно, и могло дорого стоить тем, кто рискнул бы за Лазю заступиться. Лазе то ли позвонили, то ли телеграфировали друзья. Лазя был уволен. Ленинградский план, разумеется, рухнул. Но теперь надо было срочно найти работу вообще. Была середина лета, и устроиться в консерваторию, любую, было невозможно. Везде уже были утверждены штаты, ставки и учебный план. Он, конечно, созвонился с Гуренко, в надежде, что тот возьмет его обратно в Новосибирск. Но Гуренко тоже не мог. К тому же остался на Лазю обижен за отъезд. Тете Эле пришлось напрячь свои бакинские связи. В бакинской консерватории ей тоже с сожалением отказали. Единственным, кто согласился взять Лазю на работу, оказался Назим Агалларович Оливердибеков, директор нашей десятилетки, той самой, где учился Лазя, а потом я. Он, конечно, тоже был тетей Эллен ученик и захотел, а главное, смог ей помочь. Катю он тоже принял в качестве концертмейстера. Они срочно поехали в Петрозаводск за вещами. Мы тем временем подыскивали им квартиру в Баку. Так, лазя после ленинградской аспирантуры, двух консерваторий и планов на Ленинград, оказался учителем провинциальной музыкальной школы.